Нравятся собаки? Интересуетесь новыми породами и хотели бы узнать о них побольше? Тогда этот выпуск специально для вас, ведь в нем мы собрали самые невероятные и необычные породы собак, которые появились недавно. Вы увидите американского пса, который был выведен всего 7 лет назад, узнайте о породе, которую кинологи признали самой удачной за последнее время, а также увидите невероятное сочетание лабрадора-ретривера и пуделя. Лабрадудель Как можно понять по названию, лабрадудель представляет собой результат смеси лабрадора-ретривера и пуделя. Выглядит этот пес очень необычно, он вобрал в себя черты как лабрадора, так и пуделя, и такое сочетание не может не удивить. Появилась эта порода относительно недавно, приблизительно в 80-х годах прошлого века. В 1988 году лабрадудель получил широкую известность, когда австралийский заводчик Уолли Корнер скрестил лабрадора-ретривера и стандартного пуделя для получения собаки-поводыря. Результат получился отличным, лабрадудель является превосходной собакой-поводырем и может помогать людям в самых разных видах деятельности, от поисково-спасательных операций до игр с фрисби. Лабрадудли – очень умные собаки, которые могут похвастаться не только высоким интеллектом, но и любознательностью и общительностью. Эти псы очень преданы своей семье, могут позаботиться о детях и быть их компаньонами в самых разных играх. Кстати о детях, лабрадудли широко используются в детской терапии. Уникальный интеллект и доброта лабрадудли, в купе с его умением находить подход к человеку способствуют коррекции двигательной активности и работе нервной системы детей с особенностями развития, а также реабилитации людей, перенесших тяжелые заболевания. Шелковистый виндхаунд Шелковистый виндхаунд – это молодая порода, выведенная в 80-х годах 20 века в США путем скрещивания длинношерстного уипита и русской псовой борзой. Предполагалось создать породу, представители которой были бы хорошими собаками-компаньонами размером меньше, чем русская псовая борзая, что сделало бы их удобными для содержания в городе. Также планировалось сохранить при этом основные черты и темперамент борзых. Разводчики все сделали как нужно, и порода вышла отличной. Невероятные шелковистые виндхаунды – это небольшие собаки с длинной шелковистой шерстью, а также с очень дружелюбным и игривым темпераментом, словом отличные семейные псы. В скором времени ожидается занесение шелковистых виндхаундов в реестр Международной кинологической федерации. Шелонская овчарка Шелонская овчарка – это довольно редкая порода собак, которая, несмотря на то, что была выведена около 40 лет назад, формируется по сей день. Вывела шелонских овчарок американская заводчица Тина Бартер. Как опытный кинолог, постоянно имеющий дело с немецкими овчарками, она заметила не самую лучшую негативную черту в характере своих подопечных и излишнюю нервозность, которая часто приводит к агрессивности и неадекватному восприятию команд. Тина решила создать новую породу немецкой овчарки, которая сохранила бы крепкое, мускулистое, крупное телосложение и при этом стала бы идеальной семейной собакой с более спокойным нравом. Так на свет и появились шелонские овчарки – крупные псы с длинной шерстью, которые легко социализируются, ладят с другими животными и детьми, а также отличаются невероятной преданностью по отношению к своим хозяевам. Шелонские овчарки – довольно крупные собаки, но они точно не в лидерах по размерам в собачьем мире. А как выглядит самый большой пес на свете? Может как-то так? Что ж, было бы круто, если бы в мире действительно существовала такая собака, но здесь мы очевидно имеем дело с фотошопом. Впрочем, эта фотография не так далека от правды. В мире есть и были просто исполинские собаки. Взгляните, например, на этого монстра по кличке Зевс, который, к сожалению, скончался в 2014 году. При жизни он несколько лет удерживал титул самой высокой собаки в мире. Когда он вставал на задние лапы, то вытягивался до 226 сантиметров. Просто невероятно! В нашей подборке нет подобных гигантов, но есть немало невероятных декоративных пород, которые, как минимум, заставят вас умилиться. Оставайтесь с нами до финала выпуска, ведь впереди вас ждет одна из самых молодых пород собак в мире – аляскинские красавцы, признанные кинологами самой удачной из новейших пород, а также самые уютные собаки на планете. Давайте взглянем на них. Помски Порода Помски является самой молодой в нашей подборке. Она появилась в 2013 году. Тогда американская заводчица из Северной Каролины по имени Тереза Петерсон скрестила сибирского хаски и померанского шпица. Так и родился первый Помски – собака, похожая на шпица с окрасом хаски и выраженными голубыми глазами. Стоит отметить, что кинологи выделяют две разновидности помски. Первая – это лисья помски. Собаки этой разновидности имеют укрепленное тело, как у хаски, красновато-рыжую шерсть средней длины и заостренную мордочку. Собаки второй же разновидности, которых называют плюшевые помски, отличаются укороченной мордочкой, хвостом-колечком и мягкой длинной шерстью. В любом случае, вне зависимости от разновидности, все помски выглядят необычно и очень мило, согласны? Аляскинский кликай А эта порода придется по вкусу всем любителям хаски, ведь аляскинский кликай был выведен путем скрещивания сибирских и аляскинских хаски. Добавим к этому примесь кровей с хипперки и американских эскимосских собак для уменьшения размеров без признаков карликовости и получим потрясающую породу, которая, по мнению многих кинологов, является самой удачной в мире за последнее время. Выведены аляскинские кликай были в 1970-х годах заводчицей Линдой Спурлин. Глядя на своего питомца хаски, она захотела создать миниатюрную, но точную копию этой прекрасной собаки с яркой внешностью. Линда трудилась около 20 лет и в итоге вывела очень умную, любознательную и активную породу. Эти мини-версии хаски отлично уживаются с любым хозяином и в любых условиях. Аляскинские кликаи очень осторожные и в меру общительные псы. Они хорошо уживаются в семье, но в отличие от многих других собак из этой породы, за кликаями нужен глаз да глаз. Лишь если вы будете дрессировать эту собаку и уделять ей много времени, она станет идеальным питомцем и компаньоном во многих делах. Мальтипу. Когда смотришь на собачек породы мальтипу, первое, что приходит на ум, слово «уютный». Ну правда, взгляните, какие классные эти крошечные песики. История этих невероятных милашек берет свое начало в 80-х годах прошлого века. Именно тогда американские заводчики впервые попытались вывести новую породу на основе мальтийской баллонки и той пуделя. Перед заводчиками стояла понятная задача – создать декоративного и гипоаллергенного питомца, и они успешно выполнили эту задачу. Мальтипу – это совсем небольшие зверьки, рост которых составляет от 12 до 35 сантиметров, а вес не превышает 3,5 килограмм. Важно знать, что мальтипу свойственен высокий интеллект, непреодолимая тяга к активным развлечениям и полное отсутствие агрессии. Пагль Пагль – это милые декоративные собачки, которые представляют собой смесь бигля и мопса. Разведением паглей занялся в 1990 году заводчик из штата Висконсин по имени Волс Хевенс, хотя до него эксперименты по выведению подобной породы уже проводились в 80-х годах. Несмотря на то, что пагли по праву считаются одними из самых необычных и лучших декоративных собак в мире, эту породу до сих пор не признают многие организации и федерации. Что ж, не так страшно. Главное, что пагли в принципе существуют в нашем мире, ведь это удивительные собаки, которые отличаются прекрасным характером, превосходно уживаются с детьми и другими животными и великолепно впитывают новые знания и команды. Миниатюрная американская овчарка Миниатюрная американская овчарка, или как ее называют мини-ауси, это порода выразительных и неординарных пастушьих собак, которая была выведена в США во второй половине 20 века на основе породы австралийская овчарка от незарегистрированных собак маленького размера. Первоначальной целью создания новой породы было уменьшение роста стандартных австралийских овчарок при сохранении их выносливости, интеллекта и высокой обучаемости. Эксперимент прошел удачно. Миниатюрные американские овчарки на порядок меньше своих австралийских сородичей, на основе которых и выводились. При высоте в холке в 36-46 сантиметров эти псы отличаются весьма крепким телосложением, работоспособностью и активностью. Мини-ауси может похвастаться высокой обучаемостью, выносливостью и крепкой нервной системой. Они все схватывают на лету, мгновенно обучаются и всегда стремятся угодить своим хозяевам. В общем, это идеальный питомец как для одиноких людей, так и для всей семьи. Всех собак из представленной подборки можно назвать невероятными, интересными и экстраординарными. Всех их объединяет то, что они появились относительно недавно. А что насчет других необычных пород собак, которые появились раньше героев этого выпуска? Мы подумали, что в таком выпуске нам обязательно стоит упомянуть о некоторых из них, поэтому подготовили для вас небольшую финальную подборку с несколькими необычными и уникальными породами, о которых вы, возможно, не знали. Бэдлингтон-терьер Бэдлингтон-терьер – британская порода собак, первые упоминания о которой появились около 200 лет назад. Необыкновенность породы заключается, конечно, во внешности. Бэдлингтон-терьер скорее похож на беленькую маленькую овечку, а не на собаку. Впрочем, с овечкой эту породу роднит только внешнее сходство, но никак не характер. Бэдлингтон-терьер очень храбрая и порой даже агрессивная собака, хотя в целом представители этой породы довольно миролюбивые, веселые и добродушные. При правильной дрессировке они могут стать прекрасными, преданными, послушными, умными и даже интеллигентными компаньонами для любого хозяина. Бергамская овчарка Бергамская овчарка или бергамаска выглядит как ходячий ковер. Шерсть этих псов фактически уникальная. Едва ли вы найдете другую породу, представители которой будут выглядеть идентично бергамцем. Бергамская овчарка, выведенная в Италии, является одной из самых старых пастушьих пород собак на территории Европы. Специфическое строение ее шерсти отлично подходит для работы в условиях высокогорного климата. Бергамаска с удовольствием работает со стадом и не боятся ни морозов, ни жары, ни осадков. Эти собаки имеют прекрасный слух и нюх. Они могут охранять объекты и использоваться в различных операциях. В частности, они используются как спасатели при пожарах и землетрясениях. В общем, хоть выглядят бергамские овчарки довольно необычно и даже нелепо, они очень полезны во множестве разных сфер. Новогвинейская поющая собака Ну и напоследок, новогвинейская поющая собака – одна из самых необычных и уникальных пород во всем мире. Интерес представляет ввиду того факта, что это не совсем собака, а подвид волка. Ученые определяют новогвинейскую поющую собаку как одичавшую. Новогвинейские поющие собаки не зря так названы. Их окрестили поющими за необычную манеру выть. Вой этих выходцев с новой гвинеи частично напоминает пение птиц или звуки, издаваемые китами. Таким голосом не обладает ни одна порода собак. В то же время новогвинейские поющие собаки, так же как и другие псы, могут издавать стандартный собачий вой, виск и лай. А на этом все. А в комментарии напишите свою любимую породу собак, нам будет интересно почитать. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо вам большое за просмотр!